здравствуйте дорогие друзья мы с вами продолжаем курс лекции по литературе меня зовут никита и сегодня мы поговорим о следующем авторе это антоний погорельский и поговорим мы наверное самым известным его произведение это черная курица или подземные жители для начала откроем для себя этого писателя мы о нем не говорили ранее да то есть либо говорили очень мало потому что конечно же антоний погорельский он всегда находится в тени таких известных писателей как александр сергеевич пушкин михаил юрьевич лермонтов николай вселищ гоголь и многих других но тем не менее некоторые его произведения заслуживают пристального внимания какой же был путь у этого писателя надо сказать во первых что антоний погорельский это собственно не настоящее имя это псевдоним литературный который он взял для себя настоящее его имя это алексей перовский в детстве он получил хорошее домашнее образование затем окончил московский университет со спи со степенью доктора философских и словесных наук то есть сами понимаете да то есть степень заслуживает уважения в дальнейшем он был участником отечественной войны 1812 года это важнейшее событие начала 19 века война с наполеоновской францией он участвовал в самой войне а также в заграничном походе русской армии в литературе он писал стихи статьи о литературе ну и соответственно прозаические произведения конечно же самым известным является то о котором мы сегодня будем говорить это произведение называется черная курица или подземные жители это повесть сказка антония погорельского и самое известное его произведение что значит повесть сказка интересный жанр да точнее смешение жанров мы привыкли что есть отдельно сказки отдельно повести повести как мы уже сказали это такой средний жанр эпоса что-то между рассказом и романом то есть такое довольно объемное произведение но не такое большое как роман а сказка мы недавно не говорили конечно же так что же это значит повесть сказка это говорит о том что по жанру это все-таки повесть, но имеются сказочные элементы, о каких конкретно мы будем узнавать в дальнейшем. Что еще примечательно для этого произведения? Что оно было написано для племянника Антония Погорельского Алексея Константиновича Толстого, будущего поэта. О нем разговор пойдет дальше, то есть вы будете читать произведение Алексея Толстого, но вот знайте, что оказывается он был племянником Антония Погорельского. Кроме того, самого главного героя в этом произведении зовут Алеша, собственно, как и Алексея Константиновича Толстого, собственно, как и самого автора, то есть пока он не взялся литературный псевдоним. Вот такое произведение. В чем его особенности? По сюжету главный герой Алеша, то есть его тоже так зовут, он находится в пансионе, да, то есть он там живет, учится. Он является таким хорошим, милым мальчиком, да, его все любят. Но дело в том, что когда все дети там в субботу уезжают к родным, Алеша остается, да, потому что ему некуда ехать. И что он делает? Он играет с курицами, проводит как-то время, и в один прекрасный момент одну из куриц, который ему очень нравится, да, то есть ее зовут Чернушка, собственно говоря, вот эта та самая черная курица, которая вынесена в названии, он спасает ее от смерти, да, то есть ее собирались зарубать, но Алеша ее спасает. И потом, когда Алеша собирается спать, Чернушка приходит к Алеше и человеческим голосом говорит, чтобы тот следовал за ней, она покажет ему что-то хорошее. И, собственно говоря, вот так он попадает в удивительный мир, да, то есть здесь начинается элемент сказки. Сказочный элемент в том числе и тот, что черная курица умеет говорить человеческим голосом. Это характерный сказочный прием. И он знакомится с этим удивительным миром подземных жителей, которые населяют люди ростом буквально полуоршина. Это где-то 35 сантиметров. И оказывается, Чернушка в этом царстве, в этом удивительном подземном мире, она является там министром. И, собственно говоря, король этого подземного мира чрезвычайно благодарен Алеше за то, что тот спас его министра главного. Ну и, соответственно, Алеше полагается некое вознаграждение. Ему дают конопляную семечку, благодаря которой он может теперь, не тратя время на обучение, любой урок рассказать без проблем. То есть теперь не нужно учить, стараться, что-то делать. То есть мечта, грубо говоря, всех нас. То есть кто же не хочет ничего делать, а при этом получать какие-то блага. И с этих пор, как только Алеша получает вот это конопляное семечко, он становится чрезвычайно избалованным. Чрезвычайно шаловливым. То есть он может позволять себе какие-то вольности. И, собственно говоря, вот в этот момент произведение начинает принимать такой воспитательный жанр. То есть а что было бы, если бы человек был шаловливым? И как от этого воздержаться? Кстати говоря, перед тем, как Алеша получил вот это конопляное семечко, он получил назидание, что об этом секрете, да, об этом мире подземном нельзя никому рассказывать. Иначе все его жители вынуждены будут уйти с этих мест. Собственно, в какой-то момент произведение Алеша не сдерживается и рассказывает об этом. Ну и что произошло дальше, вы сами можете узнать из этого произведения, когда будете его читать в полной мере. Оно по-своему интересно. Оно привлекает своими интересными поворотами сюжет. Но в то же время в нем есть и воспитательная функция. Собственно говоря, произведение рассказывает вот об этой избалованности Алеши. И Антоний Погорельский, конечно, хотел отвадить своего племянника от вот этого пути. Он хотел показать ему, что есть другой путь. Путь доброты, путь скромности и так далее. Поэтому я вам рекомендую прочитать это произведение в полной мере. Оно по-своему интересно. На этом наш урок завершен. Спасибо за внимание. До свидания.